В Перми сегодня открылась конференция Московского урбанистического форума. По сути, состоялся диалог между теми, у кого есть идеи по будущему развитию города и теми, у кого есть ресурсы и полномочия для того, чтобы осуществить эти мечты. Мария Костырева выслушала обе стороны. Без пробок комфортно и экологично. Skyway или метро над городом, безусловно, транспорт будущего. Вениамин Филиппов уверен, что такие инновации обязательно должны появиться и в Перми. На Московский урбанистический форум, конференция которого в эти дни проходит в Прикаме, представитель компании Skyway приехал найти единомышленников и по возможности потенциальных инвесторов. Уход от традиционного транспорта к инновационному решит вопрос с пробками. Это возможно в будущем, а вот в настоящем эти вопросы, как правило, решаются за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог. В этом году в Перми за счет средств из бюджетов разных уровней было отремонтировано больше 1 миллиона квадратных метров дорожной сети. Глава Перми Дмитрий Самойлов уверен, в следующем году получится сделать еще больше, в частности, благодаря созданию агломерации, объединению потенциалов города Перми и Пермского муниципального района. Мы вот эти деньги, которые получали в этом году, 350 миллионов рублей, они привязаны именно к этому, что в совершенственной уличной дорожной сети в городских агломерациях численность более 1 миллиона человек. В следующем году как минимум 400 миллионов получим. То, что город меняется к лучшему, сегодня отметили и столичные эксперты Елене Чугуевской. К тому же есть чем сравнивать для главы департамента стратегического и территориального планирования Федерального министерства Пермь родной город. Я вижу, как прибираются дворы, даже приезжая, у меня мама живет в Кировском районе, приезжая в Закамск, я вижу, как изменяется обычный двор обычного девятиэтажного панельного дома. И это все усилия власти в том числе. Создание кластеров, возведение нового терминала аэропорта, строительство школ и детских садов. Все это обсуждалось на конференции «Города и территории завтра. Инструментарий позитивных перемен». К слову, еще одной позитивной переменой была названа и новая набережная Перми. Сам вчера увидел, что проблемы с набережной уже решили. Набережная открыта для горожан. Московский урбанистический форум проводится уже третий год. Это международная конференция, на которой обсуждаются вопросы архитектуры, экономики и стратегического планирования городов-миллионников. По итогам каждой конференции в свет выходят новые научные издания. На сегодняшний день их накопилось настолько много, что из них можно составить целую библиотеку урбанистов. Мария Костарева, Александр Неверов, Вести, Пермь.